Донбасс 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 На этой неделе хорошее сообщение с вашей стороны, что наши дипломы будут признаваться, и непосредственно это с облегчением вздохнули наши выпускники, наши школьники, студенты, потому что очень важно, очень много вопросов, с ними часто встречаемся, потому что наши дети были вынуждены повзрослеть быстрее, они по-другому относятся друг к другу, они по-другому относятся к одноклассникам, потому что многих они не увидят уже по разным причинам. Кто-то уехал, кто-то, к сожалению, погиб, потому что детей очень много погибло за весь конфликт, потому что так получилось, никто этого не ждал, и самое, что обидно, у детей, это такая тоже статистика печальная, они меньше инстинкт самосохранения, они проводили анализ, они позже убегали или же не убегали вообще, при взрывах, при непосредственно артиллерийских обстрелах. Ужас, конечно, слушать про трагедию детей, это всегда сердце обливается. Вот этот обмен, а жизнь налаживается, потому что ощущение надвигающейся гуманитарной катастрофы, ощущение, когда люди с оружием, то это высокая вероятность бандитизма. Удается выстроить нормальные основы государственности? Я скажу, как есть на самом деле, строим, не все гладко еще, еще очень много вопросов, потому что постреволюционные процессы дают о себе знать, это всегда так было. Тем не менее, у нас сейчас уже более 7,5 тысяч полицейских, которые постоянно охраняют порядок. У нас в Министерстве государственной безопасности, которые выявляют всякого рода уже нарушения, включая даже коррупционные схемы, которые сейчас, вот я вам хочу сказать, да, у нас несколько высоких там ректоров были задержаны за коррупционные, да, вот сейчас в нынешнее время. Ну ничем их не изведешь, это, к сожалению, так. То есть работа ведется по всем направлениям, работает Генеральная прокуратура, заработал Совет безопасности, да, то есть непосредственно все гражданские институты выстраиваются, не так быстро, как хотелось бы, да, ну, потому что тяжело, потому что не хватает опыта, не хватает знания, но есть огромнейшее желание строить гражданскую жизнь, вот, в этот период это очень важно. То есть сейчас мы не отменяем соревнования, не отменяем, сейчас проводим как можно больше, то есть организовываются федерации, там, различных видов спорта, организовываются различные, там, елки, ну, стоит ли говорить, что сейчас как дети к этому относятся, сколько сейчас подарков с разных, да, вот, дружатся, там, вот, с Абхазией приехали подарки, то есть это все воспринимается, ну, детьми очень. Российская федерация. Сергей, многие боялись, что Россия сдаст, такой был термин Новороссия, стало ясно, что об этом даже речи не идет. Мы никогда не смогли бы быть решительными и целеустремленными в наших проектах, если бы такое имело место быть. Все, что происходит на сегодня в мире и касается России, основано на наших традиционных ценностях. В наших традиционных ценностях предательство не фигурирует. Мы никогда никого не предавали, не предаем и не предадим. Но для нас важнейшее усилие, которое предпринимал президент весь этот год, все без исключения здравые политические силы, все органы власти, это остановить кровопролитие, перевести решение сложнейших вопросов в цивилизованный формат. Потому что совершенно очевидно, что войну на Украине развязывали силы, которые абсолютно не заинтересованы ни в будущем Украины, ни в будущем Европы, ни в будущем России. Они раздували этот конфликт для того, чтобы лишить всех нас будущего. Именно поэтому я очень благодарен руководству и Донецкой, и Луганской народных республик, что они, несмотря на тяжелейшую ситуацию, очень большое внимание уделяют социальной сфере, гуманитарной сфере, поддерживают творчество. Потому что это как раз то самое будущее, которое вдохновляет. То есть не только война. Война, конечно же, это очень страшно. Нужно заниматься построением мирной жизни для того, чтобы уменьшить вероятность войны. И мы в этом всегда будем помогать, ни коим образом не откажем. Знаете, друзья, я бы хотел предложить все-таки критический взгляд из России на то, что происходило у нас в 2014 году в связи с Украиной. На мой взгляд, в 2014 году Россия позволила втянуть в себя в длительный политико-силовой конфликт с Украиной, с украинским государством, который, по счастью, пока не превратился в реальную полномасштабную войну. Независимо от сложных обоснований этих шагов и, несомненно, высоких намерений, тем не менее, по факту мы из-за этого конфликта имеем очень серьезные экономические потери, очень серьезные международно-политические потери и перевод страны, реально состоявшийся по факту, перевод страны в режим выживания без развития. Пока это так. Это фактически мы дали себя втянуть в такую сценарную ловушку. Если эта сценарная ловушка затянется надолго, она может превратиться в трясину, в которой Россия надолго увязнет. 15-й год должен стать для нас годом выхода из этой сценарной ловушки, во что бы то ни стало. И для этого надо срочно реанимировать важнейшие мирные инструменты. В частности, минский мирный процесс в полном масштабе, не так, как он пока еще нам удается только частично его реанимировать. Зря мы его в тот момент, когда он развивался, так неосмотрительно похоронили. А мы его похоронили? Мы допустили. Понимаете, если это происходит, значит мы это допускаем. Потому что мы здесь не пассивная наблюдающая сторона. Мы активная сторона, а не пассивная. Конечно. А Евросоюз себя не позволил втянуть в такой же сценарий? И чья ответственность здесь больше? Для Евросоюза тоже ситуация с Украиной это сковывающий конфликт. Я согласен. Его потери меньше, чем российские. И запас прочности больше. Вы так считаете? Например, министр иностранных дел Германии так не считает. Но для них тоже это сковывающий конфликт. И, соответственно, президент Франции так не считает. Поэтому выход надо искать в первую очередь на пути союзничества с Германией и Францией в первую очередь. Так мы и готовы. Я хочу сказать, что разница в наших позициях принципиально в том, что мы ищем решение, а вы ищите выход. Те ситуации, которые нам навязывают, требуют решения. Мы ищем грамотного, цивилизованного решения. Выход означает предательство. Это как раз то предательство, которое мы себе никогда не позволяли и никогда не позволим. Может быть, пора предъявить решение? Да, Константин. Есть, в конце концов, позиция президента России, заявленная на высшем уровне. Безусловно, надо понимать, что сейчас мы обсуждаем минские соглашения. Это остановка только горячей стадии конфликта, чтобы прекратилась война. Дальше должно начаться политическое урегулирование. И, в общем-то, любому здравому человеку понятно, что оно займет очень долгие годы, может быть, десятилетия. Для того, чтобы появились какие-то основания для совместной жизни в рамках одного государства, Украины и Луганской Донецкой Республики, ну, должна как минимум смениться эта политическая элита. Потому что чем сейчас Киев может привлечь Луганскую и Донецкую Республику, понимая, кто там на сегодняшний день находится во власти? Те же люди, они отдавали приказы о начале антитеррористической операции, последствия которой, в общем-то, сейчас расхлебываются. Значит ли это, что с нынешней элитой мы не будем работать, а будем ждать, пока она приняется? Мы будем работать со всеми, да, и надо, в общем-то, опять же, прекрасно понимать, что вот сейчас погуляли на Украине, повеселились киевские власти, теперь основной вопрос, кто за все это заплатит, да, ведь почему европейская элита так заволновалась, так сильно давит на своих лидеров? В следующем году надо заплатить Украине 11 миллиардов, это кредиты и проценты по кредиту европейским компаниям. Откуда они возьмут эти деньги? Такие деньги может ждать только МВФ. А МВФ в стране, которая, по сути, разваливается, в которой нет ни одного ответственного политика, денег не даст. Вот, собственно, политика всегда экономика. Это помогает найти решение человека. Это помогает, помогает, конечно. Кослявая рука голода, еще как помогает. Кослявая рука, да. Я хотел бы не согласиться с Сергеем Борисовичем, потому что представлять себе нас, Россию, как пешку в чужой игре, как жертву сценария с ловушкой, в которую мы попали, мне кажется, не совсем точно. А как раз наоборот, наоборот, мы сумели сорвать чужой сценарий. Очень верно. Потому что сценарий был очень простой. Да, абсолютно. Ну, поверьте, я несказуем. Сергей, государственный переворот 22 февраля был нацелен на решение нескольких задач. Первая из них – это получить Украину в полном составе, включая Крым и базу в Севастополе, для того, чтобы последовательно превратить ее в плацдарм НАТО, вытеснить российский флот из Севастополя. Значит, этот сценарий абсолютно сорван. Крым воссоединился с Россией, Севастополь и Крым с нами на века. И это теперь цивилизационная и сакральная ценность. Второе. Второе. Была попытка подавить национально-освободительное сопротивление на юго-востоке Украины. То есть физически уничтожить, совершить этнические чистки. Мы тоже сорвали этот сценарий. Это не прошло. Новороссия героически сопротивляется. И я бы хотел подчеркнуть, что то, что сейчас происходит там, на самом деле, в Новороссии, это и есть модель реального европейского возникающего государства. Это замечательный образец самоорганизации людей. Это как раз и есть та настоящая Европа, к которой формально стремится нынешняя Украина, объявляющая Украину цель Европы. Вот где настоящий европейский путь. Народ, который в тяжелейших условиях создает власть, восстанавливает институты гражданского общества, решает социальные задачи, это и есть то самое, что является главными ценностями Европы. Поэтому я считаю, что смотреть на нынешнюю ситуацию, на прошедший год с точки зрения поражения, с точки зрения того, что мы в ловушке и мы из нее долго будем выходить, абсолютно бесперспективно. Хотелось бы не долго. Да, Сергей, Сергей, да. Мы временно проиграли в рубле. Временно. Но мы навечно выиграли в себе. И в нашем братстве с народом Украины. Далее. Все, что происходило в прошлом году, нельзя рассматривать только, беря как некую точку отсчета Украину. Я говорю это как человек, который приехал сюда из Киева, из Украины. Площадка Украины появилась после площадки Ливии, где Россия действительно сдала позиции, когда сдала Каддафи. Там была сложная ситуация. Каддафи тоже был непростой парень. Он торговался как на Восточном базаре. Каддафи финансировал Саркази, отказывался покупать за те деньги, которые Россия предлагала ему комплексы ПВО. Если бы он купил, то никакой бы Шарль де Голь, авианосец, его бы не разгромил. Дальше не было бы Сирии. Дальше не было бы Украины. Это большая не политика, это геополитика. Речь идет действительно о морских базах, о том, сохранит ли Россия свое влияние в районе Средиземного моря, будет ли она держать под прицелом Черноморского флота Суэцкий канал. И база Черноморского флота и в Сирии, и в Севастополе в результате событий прошлого года сохранена. Это факт. Я говорю об этом как журналист. Но это не конец истории, это продолжение истории. Какие риски есть для Украины? Как гражданин Украины я не могу об этом не сказать. Да, действительно, есть риск распада страны. Этот риск существует. Страну можно и сохранить. Тоже этот сценарий вполне может сработать. И для России, в принципе, вот насколько я понимаю, интересы России было бы выгодно сохранить Украину. Да, так и заявлял президент России. Потому что разваленная страна, в которой происходит атаманщина, просто взрыв такой в районе, вот как в 2018-2019 году. Это Гуляйпуле. Это огромная опасность тоже и для России. И в Украине пять атомных станций. С одной стороны, они цементируют страну, а с другой стороны, какому-нибудь сумасшедшему может прийти в голову та мысль, которую я не осмеливаюсь даже высказать вслух. Через Украину проходит газовый транзит и российский газовый транзит. И если этот транзит будет прерван по какой-либо причине, это будет удар по рублю намного более сильный, чем тот, который Россия... Ну и по евро это будет еще сильнее. И по евро, да. Это будет сразу другая реальность. Ситуация ведь, знаете, ситуация, она параллельна Крымской войне, она параллельна Холодной войне. Поэтому, почему? Объявленной войны нет в мире. Но мы же отдаем себе отчет, что в мире идет третья мировая война. И что Россия противостоит Соединенным Штатам. Что Соединенные Штаты сменили в Киеве режим. Это все факты, да? И следующий год, следующий год, следующий год, следующий год, он не будет благостным, он не будет легким. Это будет очень тяжелый год. Параллели следующего года это 1918, 1919, 1943. Вот так. Более того, силы Запада сейчас консолидированы. Во время Второй мировой войны Запад был разделен. Часть за Гитлера, Британия за Россию. Во время Наполеоновских войн Англия была за Россию, Наполеон против России. А сейчас и Евросоюз, и Соединенные Штаты консолидировано выступают против России. Все-таки немножко не так. Но зато есть Китай, есть Индия. Ситуация действительно, она стоит, вот знаете, как монета. Действительно так и есть. Есть разные интерпретации, я чувствую, Третьей мировой войны. Давайте я добавлю к ней и свою. Я считаю, что нет никакой Третьей мировой войны. Нет. И не надо наших замечательных слушателей накануне Нового года пугать этой войной. И самое страшное, что мы можем сделать, и самое плохое, это нарисовать сейчас Россию в виде осажденного лагеря со всех сторон, набитого параноиками, огрызающимися по всем направлениям. Вот этого, пожалуйста, не надо, нет никакой войны и не будет. Надо отметить, что... Нет никакого повода для Третьей мировой войны у нас. Ну смотрите, вот наш парламент не принимал резолюции. Есть конфликт, из которого нужно найти дипломатический выход, в том числе и с помощью тех решений, которые предложат наши замечательные стратегии, здесь представленные. Я был бы рад, но обратите внимание, что, например, наш парламент даже близко не принимал таких откровенно воинственных и агрессивных, настроенных против любой другой страны законов и заявлений, как, например, американский парламент. А теперь собирается украинский парламент. Мало ли, посмотрите, да, вот что происходит сейчас на Украине, что делает Россия? Россия говорит, пожалуйста, уголь, электроэнергию без предоплаты. Почему? Потому что мы понимаем, что бы там ни происходило, какая ни была бы власть, мы не должны дать людям гибнуть, мы не должны сделать так, чтобы была беда в украинских семьях. Это они думают, что они с нами воюют? Мы принимаем почти миллион беженцев. Углём электричеством без предоплаты не торгуют во время войны, заметьте. Так мы не воюем с Украиной, это очень важно. Одна ремарка, и у нас до сих пор объединённая энергосистема. Она работает, вот для того, чтобы электроэнергия попала в Крым, она всё равно проходит... Через Украину. Помните, я говорил некоторое время назад вот о рисках зимой для Крыма? И вот сейчас в Крыму отключают электроэнергию, прервано сообщение сухопутным путём с Крымом. Да, но они и говорят, что это не потому, что мы злые, а потому, что у нас веерное отключение. Игорь, тут вас так критиковали. Ругали. Ругали вас так, сказали, что вы уголовник, что вы преступник, и какое я имею право таких людей звать на передаче. За что вас так Рахиль Гаусс не любит? Ну, я вам в перерыве сказал повторить это для... Скажите правду, но а то... За то, что ещё с одним таким же персонажем, как он, только который находится в Одессе, не позволили им украсть Одесский театр юного зрителя, который находится в центре Одессы, и который они хотели несколько лет назад вот так прихватизировать, можно сказать. А вы не дали? Не дали, да, не дали, и они до сих пор... Вот этот персонаж, он не может успокоиться. Я всегда знал, что... Потому что, видимо, в России тогда уже воровать ему было сложно, он приехал, попытался это сделать в Одессе. Ну, я не знаю, что он сворил в России, но я всегда знал, что, как правило, в основе глубокой ненависти лежит вполне конкретный материальный расчёт. Вот, как правило, это все не должно. Ну, если позволите, если позволите от геополитики вот перейти непосредственно к Украине. Вы знаете, вот на мой взгляд, в этом году с одной стороны родилась, а с другой стороны умерла Украина. Умерла, может быть, не очень процветающая, но достаточно развивающаяся, коррумпированная, со всеми атрибутами авторитаризма страна, которую можно было реформировать, если бы были бы соблюдены договорённости, которые были, и нужно было реформировать. Закон бы не нарушался с Конституцией, конечно. Договорённости 21 марта, которые были подписаны. Причин бы для восстания на Юго-Востоке не было в Крыму, конечно. И ушёл бы тогда Янукович, и были бы учтены, проведены нормальные выборы, то, чего все хотели. Учтены бы были, наверное, интересы всех регионов, наверное, проведена бы какая-то конституционная реформа. И вот такими вот пошаговыми действиями мы бы сохранили страну, и, наверное, не было... Не погибли бы тысячи людей. Да, и сохранили бы тысячи жизней. Самая реформа, самая реформа. Этой страны больше нет. Эта страна умерла. Вместо этого родилось новое неонацистское фашистское государство. С фашистской идеологией, с фашистской политикой и с фашистской пропагандой. Вот, вы знаете, я очень рад и благодарен коллегам с ДНР, которые в том числе обменяли, и одесситов, которые, 13 человек одесситов, которые не брали в руки оружие. Их просто взяли как заложники, потому что у них другая была точка зрения. Посадили, и они полгода провели следственными зарядами. Вот они первые 13 человек были обменены. Обменены на карателей, которых взяли с оружием в руках. И спасибо огромное ребятам из ДНР, которые идут на это. Так, сами же еще много захватывают, как все военно-преда. Но я прошу не строить никого иллюзии. Я глубоко убежден, что этот шаг нужен был Киеву исключительно с пропагандистской точки зрения. Потому что им на самом деле плевать на своих солдат и этих наемников, которые они туда послали. Они сами не знают, что с ними делать. Они в панике о том, что эти могут пойти назад. И вот это вот предновогодний обмен, предновогодний обмен. Вы просто, если промониторите украинские СМИ, там Порошенко встречает этих героев. И тогда это на самом деле, ребята спасали своих товарищей. А тем нужен был пропагандистский ход. Так вот, я глубоко убежден, что вся риторика о мире со стороны нынешних украинских властей, это всего лишь попытка выиграть время. Объясню почему. Первыми, кто не заинтересован в мире, в Украине, это Киев. Потому что если, дай бог, наступит мир, им что-то надо будет отвечать тем, кто скакал на Майдане, которым через два месяца уже был обещан европейский зарплаты, европейский уровень жизни. А сегодня они сидят без света, сидят без газа, сидят с замороженными зарплатами. Вы знаете, что с 1 января принят закон подавлением Евросоюза? Крестьянства в Украине больше не будет. Запрещено сегодня продавать домашнюю курицу. Все, что выращено в индивидуальном хозяйстве, запрещено к продаже. Поэтому, как только наступит мир, простые граждане начнут задавать вопросы. Как только, пока существует внешний враг в виде России и в виде ополченцев, в виде ДНР, ЛНР. Это им кровь из носа нужна, иначе народ их осенью сметет, снесет вместе с филами. Это первое и второе. Люди, которые хотят мира, никогда не будут организовывать экономическую блокаду ДНР, ЛНР. Они никогда не будут, посмотрите, они транспортную блокаду Крыма организовали. Плюс ко всему еще экономическое давление начало. Милитаристский бюджет принят, где в 5 раз увеличены расходы, в 3 или в 5 раз расходы, военные расходы. Объявлена четвертая волна мобилизации. Порошенко на днях назначает 4 новых губернаторов в Одесских областях, в областях Украины. Первоочередную задачу поставил им не наведение порядка, не экономика. Он поставил им задачу любыми путями обеспечить мобилизацию. Они будут гнать на убой этих граждан Украины, пока наконец-то не поймет уже население о том, что надо брать вилы и выносить их. Да, Виктор. Я думаю, не надо забывать ни на секунду, что всех нас так потрясли события на Украине год назад. Прежде всего тем, что вдруг в непосредственной близости от России появился очаг распространения нацистской идеологии. Ведь за Майданом стояла эта сила, сперва оказалась на треть, потом на две трети, а потом уже вовсе и партия Свобода стала движущей силой уже по отношению к тем политикам, которые сами не исповедуют неонацистскую идеологию. Как премьер-министр Украины нынешний, как ее президент, мы ни в коем случае, зная их лично, не будем называть их теми именами, которые нам омерзительны. Но оба они отдают дань так называемым героям Украины. И герои Украины, которых они называют, это худшие из нацистских преступников, которые существовали во время Второй мировой войны. Вот это нельзя забывать ни на секунду, с кем мы имеем дело. Что это стало уже украинским мейнстримом. Спасибо, что это было упомянуто. Что касается России же, то поверьте, она вышла в 2015 год снова мировой державой. Именно благодаря своей моральной, духовной позиции. Позиции, которая противостоит всей мерзости, которая сейчас идет. И Мерет Перо, с одной стороны, в лице ИГИЛа и прочих сил, и Запада, который озабочен сейчас прежде всего гомосексуализмом и палестинским государством, и непосредственной неонацистской агрессией. Страна, которая первая встала против проявления возрождения нацизма и в Прибалтике, и на Украине, была Россия, за что огромное количество людей в мире ей благодарны. И авторитет России возрос неописуемо даже. Мы это только поймем в следующем году. И по отношению к России самой я хочу сказать тем, кто сомневается в этом. Откройте русскую литературу, откройте стихи, откройте Пушкина, откройте Максимилиана Волошина. Вот слова современного поэта. Я бы еще Лермонтова не забыл. Президент рекомендует Лермонтова. Остров Крым, остров Крым. Тихо стелится дым и уносится вдаль канонада. Мы останемся здесь, мы останемся с ним. Ждет на небе нас Божия награда. Я думаю, вы слышали в этой исполнении Жанны Бечевской. Это слова Виктора Верхотурцева. Вот настрой, с которым Россия должна вступить в 2015 год. Да, Сергей. Я как раз возвращаю упадничеству Сергея. Есть здоровый оптимизм. Упадничеству. Я хочу сказать, что Россия во всех смыслах год заканчивает триумфально. И в дополнение и к историческому воссоединению Крыма и Севастополя с Россией и нашей мудрости, стойкости и последовательности в отношении помощи народа Новороссии, всем, чтобы как раз не войти в те ловушки, которые нам навязывались, и в отношении даже неудавшейся атаки на нашу финансово-экономическую систему, потому что идеи этой атаки были гораздо разрушительнее, чем тот результат, которого они достигли. Наоборот, мы даже те трудности, которые нам навязаны извне, теперь можем реализовать в виде приоритетов нашей камеры. Триумф в том, что могло быть еще хуже. Я не перебивал. Сергей, у меня, конечно, есть листья. Когда рождается в семье ребенок, иногда сокращается бюджет. И никто на эту тему не бьет истерику и не несет ребенка в детский дом. Поэтому, когда мы вдруг сейчас, после того, как народ Крыма, народ Крыма проголосовал единогласно практически, выразил свою политическую волю, ему потом говорят, нет, это как-то неловко получается. Давайте им торганем чуть-чуть. Давайте, может, от них откажемся. Что-то у нас рубль как-то стал. Да мы люди или потомки? Как вообще такая формулировка приемлемая? Я хочу закончить свою мысль тем, что в этом году у российского народа и у российского государства не было ни одного основания не гордиться нашей страной, нашими свершениями и нашим народом. А кроме чувства гордости, мы смогли завоевать уважение большой части мира, мы смогли доказать, что никто не в силах и не в праве диктовать нам свою волю. И мы сейчас закладываем основу для нашего развития в 2015 году и новых триумфов. Потому что быть независимым в конечном счете это выгодно. Просто экономически выгодно. Пока мысль не ушла, пока мысль. Это важнейший итог. Лучше быть независимым и процветающим по поводу Крыма смотрел на нас весь мир. Нельзя быть процветающим, не опираясь на собственную экономику. То, что нам предлагали, это был вариант такой наркотической иглы, состоящей из двух компонентов, нефтяного и долларового. Сейчас идет процесс отказа от всей предыдущей модели восприятия экономики своей страны. Мы обретаем вслед за политическим экономический суверенитет. И на самом деле Крым здесь вообще ни при чем. Потому что с этой иглы надо было слезать. Как долго будем обретать? Ваш прогноз. Я вам скажу очень просто. Ваш личный прогноз. Экономика очень жесткая и вполне конкретный набор случайно разрозненных фактов. Если будут управлять профессионалы, мы увидим результат очень быстро. Если будут управлять люди, ожидающие, что само рассосется, мы не увидим никогда. Это вот как раз роль человеческого фактора. Она великая. В госуправлении. На такой волне действительно патриотизма. Мы его начали чувствовать только сейчас, буквально. Как я гражданин ДНР, гражданин Новороссии говорю. Мы должны думать и дальше немного. А думать в каком плане? Что проблема, которая сейчас рождена в Украине, она имеет и практические действия. Вот коснулись энергосистемы, а там есть сейчас, и которая назрела очень проблема, это атомная электростанция. На территории, в районе Запорожской атомной электростанции уровень превышен в 14 раз сейчас, на данный момент. Случилось это по одной простой причине. Потому что из политических предубеждений украинская власть отказалась от продукции, от российского производства, перешла на американский. А она не подходит. Ну просто так вот строилось все в Советском Союзе бывшем, когда это все было взаимосвязано. И вот сейчас такая же проблема, и в Хамельницкой точно так же АЭС тоже она стоит. И мы сейчас стоим, вот пока это все, этот угар идет политически, у нас сейчас может повториться второй Чернобыль. И в какую сторону подует ветер, куда это понесет облако, это большая проблема. Для Европы в том числе. Сейчас ненадолго перейдем на рекламу, после которой продолжим. Кстати, надо отметить, что совершенно неожиданно себя проявляют политики, о которых иногда в нашей стране не очень хорошо известно. Например, как я слышал, во время обмена большую роль сыграл господин Медведчук, который приехал, провел личное мужество и сыграл немалую роль в возможности этого обмена. Действительно смелый поступок, немногие из политиков украинских, без охраны, без каких-то там спецприспособлений продвигаются на территорию. Он действительно, это важный момент в данном моменте, он присутствовал лично при обмене, он лично контролировал всю эту ситуацию. Потому что, ну, чего греха таить, мы опасались, что может что-то сорваться. Мы поэтому до конца не говорили, не обозначали, что будет происходить, как будет происходить. То есть где-то какие-то отголоски были, но боялись спугнуть. Потому что, ну, действительно, для нас это очень важно. Очень важно это было сделать перед Новым годом. Очень важно было освободить вот всех 225 человек. Это далеко не все ополченцы. Ополченцев там всего лишь 30 человек и всего количества. Мы отдали 150 карателей, то есть те, которые с оружием в руках пришли на нашу землю. Мы не отдали ни одного гражданского, 150 человек именно вооруженных. Получили же там просто гражданских людей, которые осмелились или там имели неосторожность написать какую-то надпись в социальных сетях, высказать какую-то свою позицию публично. Мужчины, женщины. И женщины в том числе. Причем практически все подвергались, ну, очень грубому, это вот мягко сказано, отношению. И мы сейчас проводим освидетельствование, медицинское освидетельствование. Пригласили ОБСЕ, пригласили Красный Крест. Пригласили уже не как раньше, что приезжайте, а не хотите, ну, что ж, не приезжайте. Сейчас официальные письма, они должны дать или ответ, да, почему они не приехали. Лишь же приехать и посмотреть своими глазами, что мы даем. То есть сейчас это все должно произойти действительно публично и с пониманием, во-первых, кого мы, кого нам отдают. И во-вторых, в каком состоянии здоровье, что люди, к чему они подвергаются, в каких условиях содержатся. Была информация, что ряд украинских военных отказались возвращаться на Украину. Совершенно верно. Дело в том, что они пока местно находились на нашей территории, они увидели своими глазами, кто есть эти ополченцы, наемники ли они, или они защищают что-то свое, да, и какие позиции они занимают. Кто гибнет на самом деле при обстрелах. То есть эти вот люди, да, которые отказались ехать, да, им просто стало мерзко и непонятно, куда возвращаться, зачем возвращаться, кому смотреть в глаза. И они действительно решили остаться на территории Донецкой Республики. Это факт. И действительно мы к этому относимся, ну, с пониманием. Ну, как по-другому. Действительно под действием той пропаганды, ну, и мы слышим, что им говорили. То есть, во-первых, там многие из них просто, ну, запихнули обманом. Они просто ехали на учения и прочее, прочее. Почему сейчас один вопрос вот мучает многих? Где жалобы родственников, да, что погибло столько людей? А они не знают, что их фактически там вот родственников, детей уже нет просто в живых на самом деле. Потому что они по разным причинам получают свидетельство, что он там служит, там служит. Нет связи, нет возможности общаться. Они уже давно, как минимум, пропавшие без вести, как максимум, это уже просто погибшие. Ну, я бы еще одну циничную такую вот добавил фактуру. Дело в том, что украинские власти же совершенно намеренно не формализуют ту карательную кампанию, которая ими проводилась на юго-востоке, на земле Донецка и Луганска, для того, чтобы уйти от финансовых обязательств перед теми, кто пострадал, и перед родственниками тех, кто погиб. Это огромная финансовая афера, которая, когда вскроется, будет очень серьезным поводом для того, чтобы социальное возмущение со стороны близких и родственников. Но тогда, на самом деле, когда они летом собирались, количество похибших было гораздо меньше. Более того, я продолжаю быть убежденным сторонником того, что именно социальное возмущение той политикой, которая проводят с киевскими властями, разрушительное, разорительное для Украины, будет основой для смены власти в Киеве. Потому что люди начинают трезветь и понимать, что все, ради чего им предлагалось идти на жертвы, оказалось в карманах украинских олигархов, в карманах тех карателей, которые на этой волне пришли к власти, а народ нищает и продолжает нищать. Вот в отличие от тех сложностей, которые у нас есть, то, что происходит в гуманитарной сфере на Украине, можно назвать просто катастрофой. И с Нового года все там станет еще на порядок хуже. Это не утешает, но там хуже, я согласен. Это трагедия. Вот, уважаемые коллеги, мы все помним, как заявление всех украинских политиков о том, что федерализация – это будет развал Украины. Сегодня даже не федерализация, сегодня феодализация Украины произошла. Сегодня Украина – это феодальное государство. С князьками, сейчас у которых свои армии, свои правоохранительные структуры, свои вводчины. Кто посильнее, набрал побольше областей. Кто послабее, взял одну область. Поэтому сегодня контроль. Сегодня в стране происходит полный хаос. И вот в дополнение ваших слов, вы абсолютно правы. Если только наступит мир, вот за все то, что вы говорили, Киеву придется ответить. И для них это страшный сон. Одно предложение не успел феврый участник рассказать. Именно поэтому усилия России должны быть сконцентрированы на том, чтобы принуждать дипломатическими, политическими мерами украинские власти к мирному поиску решения на Юго-Восточном. На самом деле главная сейчас угроза – это возможность второго раунда. Вот был первый раунд прямого силового противостояния. Вот угроза второго такого раунда – это самое страшное, чего надо сейчас уходить. Как можно скорее надо стабилизировать эту самую линию фронта. Развести войска до конца. Обеспечить патрулирование там с воздуха и по земле. И ни в коем случае не допустить второго раунда. А перевод ситуации от силовой конфронтации к контрактным отношениям, о которых нам здесь говорили – вот это самое главное. Смотрите. Уголь и электричество – это контракт. Будущая судьба электростанций – это контракт. Даже обмен пленными – это, в общем, какой-то договор. И так далее, и так далее. Вот из этих частных контрактов вырастает некое генеральное соглашение о том, как жить дальше. И перевод всех ресурсов на социальные цели. Необходимость заботиться о социальных проблемах вынуждает строить мир, вынуждает строить государство. Вот в это направление и нужно двигаться. А что для этого нужно? На самом деле, мы еще раз хочу напомнить нашим коллегам. Мы здесь в течение года несколько раз встречались. Я убедительно, как мне казалось, говорил о том, что надо было идти на выборы местной власти на основе закона об особом статусе Донбасса. Надо было. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что у вас не было другого выхода, что нужно было вести себя героически. Люди голосовали на референдуме за другое. Как можно обмануть людей, которые вышли на референдум под обстрелами и со стороны карателей? Ибо не может быть контрактных отношений, если вы приехали в Минск, подписали меморандум об этом, в том числе закон об особом статусе. А когда этот закон принят и когда назначены выборы, вы от них отказываетесь, потому что они вам перестали нравиться. Контрактные отношения предполагают. Константин, а давайте вот услышим от человека, который прямой видел эти соглашения. Послушайте. Вы дали повод закопать Минский процесс. А может быть все-таки не совсем то было в Минске соглашение? Смотрите. Слава Богу, в виде текста они доступны. Вот вы, к сожалению, слышали, но, к сожалению, не обладаете точными цифрами. На самом деле, согласно Минске соглашения, выборы должны были состояться с 19 октября по 3 ноября. Мы их провели 2-го. Нам предлагали 7 декабря проводить. Но не те выборы. Послушайте. 7 декабря не вписывается в эту дату. Никак не вписывается. Она не вписывается в украинское законодательство. Подожди, 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 подожди. Не Новороссия начала. Как раз Новороссия всегда и демонстрирует миролюбие. Вопрос о выборах выгоден и нужен самопровозглашенным республикам. А почему они должны обеим сторонам, но не в первую очередь? Нет, нет, нет. Извините. В первую очередь военные поражения потерпела Украина, а не Новороссия. И в первую очередь мирное настроение Новороссии было демонстрировано тем, что не взяли ключевой город, не пошли на Киев. И мало этого, если вы обратите внимание, не проиграли сражения. И Лавайск это колоссальное унижение украинской армии. Поэтому говорить, что теперь еще Новороссия должна сказать, ой, извините, сдали особый статус, за который теперь снова придется бороться. А не было никакого особого статуса. Да был он в законе. Не было. Была возможность его закреплять. Как можно принимать закон без людей Новороссии? Опять же. Получается, они победили. И теперь должен сказать, вы, побежденные, напишите для нас, как нам жить и управлять собой. Никто никого не победил. А, ну конечно. Никто никого не победил. Давайте сейчас Денис договорит. На самом деле, особый статус. Ну, здесь очередной лукавство с украинской стороны. Он был принят, но не было механизмов для его реализации. По факту. Что давала вам возможность действовать так, как вам нравится? Ну, послушайте, более того, не было никаких границ. То есть, действительно, на самом деле, особый статус. Значит, вы могли действовать в любых границах. Послушайте, на самом деле, особый статус мог быть хорошим шагом на переходный период. Да. На, как отправная точка. Если бы он действительно, по факту, начинал действовать. Хоть как-то. Если бы было какое-то желание просто его реализовывать. Но на самом деле, по факту, мы видели, что закон принят, но механизмов никаких нет. И никто не собирается их вводить. Значит, у вас было свободное укрепление. Ну, послушайте, но если США, это не выгодно. Более того, если бы все решения принимались в Киеве, война бы уже закончилась. К сожалению, не все решения принимаются в Киеве. Не на все события могут действительно отдавать приказы только лишь с Киева. Поэтому сейчас конфликт этот продолжается. Мы делаем все возможное непосредственно. Чтобы все перевести только лишь в дипломатическое русло. Для того, чтобы все вопросы решать за столом переговоров. Уж кто-кто, а мы знаем цену человеческой жизни. Именно наши родственники там погибли, наши соседи, друзья. Именно наши люди. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы все конфликты решать только лишь за столом переговоров. Олег, а появляется на Украине осознание необходимости мира? Или по-прежнему военная риторика является доминирующей? Вы знаете, позиция любого человека меняется, когда он получает повестку из военкомата. Я знал многих людей в Киеве, которые занимали очень такую воинственную позицию. И риторика у них была на поддержку войны. Но когда человек получает повестку, он бледнеет. Ему становится дурно. Он начинает думать, что же делать дальше. И он неожиданно становится не всегда, но во многих случаях сторонником мира. Очень тяжело. Вы знаете, я все время это прожил в Киеве. И если бы у меня был поступок за это время, которым бы я огордился, это те статьи, которые я писал в газете «Сегодня», где я изначально писал, летом, еще до Иловайска. Я писал, военного решения нет. Я писал, даже сатана не поможет Украине выиграть эту войну. Потому что это война Украины против Украины, против своего народа. Гражданская. Да, это гражданская война, прежде всего. Гражданский конфликт. Потом и ОБСЕ, и Красный Крест примерно теми же словами говорил то, что писал Бузина в своих колонках в Киеве, внутри Украины. И статистика показывает, что действительно большинство людей в Украине, это очень солидный процент, не хотят продолжения военного конфликта. Трудно воевать за кредиты, например, невыплаченные. Трудно ставить себя в ситуацию. Я знал офицеров украинской армии, которые при получении подобного приказа роняли себе автомат на ногу, разбивали палец, попадали в госпиталь, дальше уходили от этой ситуации. Это конкретно один из случаев. Я знал людей, которые при получении повестки уезжали в другую деревню. Военкомат не может за вами гоняться бесконечно. Да, в России многие ездят. В России очень многие уехали. В более 6 миллионов. Вчера меня спрашивали, как пройти. Я в Москву приехал и с украинским явно выговором с востока спрашивал человека, а где здесь метро такое-то. Очень много людей переехало в Россию. Я думаю, что реального желания воевать в Украине, среди украинцев, причем среди жителей всех регионов, нету, отсутствует. Действительно были страшные потери по Деловайскому. И тоже я писал об этом. Уберите украинские войска из-под Деловайска. Что вы держите на убой под обстрелом 3 недели людей? Прекратите играть в Гудериана. Я это писал открыто, выходило все в Киеве. Но ответственность-то нести за это никто не хочет. Ребята этих уничтожили. Вот когда я рассказывал, что я шлемы сгоревшие кевларовые держал в руках, каски сгоревшие, извините, вещи с кровью на этих вещах. Это все вот то, что было, то, что проходило в том числе через меня. Я был всегда последовательным сторонником решения мирного в этом случае. Я господину Станкевичу возражу. Я помню, как это все... Вот одна из первых колонок моих называлась «Услышьте Донбасс». Когда на Донбассе начались такие же события, как в Киеве на Майдане. На Донбассе тоже происходила революция достоинства. Но американское посольство этого не захотело увидеть. На Донбассе не было первоначально сепаратистских настроений. Я это не франкопотолочно здесь придумываю. Я звонил своим друзьям. Мне не хочется говорить слово информаторам. Это друзья мои. И они остаются до сих пор моими друзьями. На Донбасс. Первоначально они были федералистами. Но федералистскую позицию, средства массовой информации в Киеве, а эти средства контролируются несколькими олигархами, пять пальцев и все. Пять олигархов, там больше их нет. Убеждали, что там не федералисты, не сторонники единой обновленной федеративной или конфедеративной Украины. Убеждали, что там сепаратисты. Там на Донецке людей объявили сепаратистами. Потом начали вооруженную операцию. Да, были интересные ситуации. Да, был сбитый самолет с украинскими десантниками. Говорит все, так говорит все до конца. Давайте вот по-честному до конца. Но сама операция, само АТО была грубейшей политической ошибкой. Политическая ошибка, как говорил Тайли Иран, это хуже, чем преступление. Что мы имеем сейчас в Киеве? Вот говорят, вы знаете, я вас слушаю, но вот как... Ну извините, пожалуйста. Нет, извините, не надо. Я русский филолог, я русский филолог Манилова, помните? По существу, пожалуйста. Мостик, как он строил, Чичиков приехал. А если говорить конкретно, в чем проблема переговоров сейчас? В чем проблема переговоров сейчас между ДНР, ЛНР и Киевом? В том, что киевская власть сейчас разделена на три группы влияния. Абсолютно, да. Есть Турчинов, которого наделили гигантскими полномочиями, как главу Совета национальной безопасности. Зачем? Чтобы он контролировал Порошенко. Потому что боятся, что Порошенко имеет собственность в России, в Липецке, а может и домик где-то имеет. Ну вопрос такой возникает большой. Извините, по привычке в Ростове? Не знаю, не знаю. Друзья в Ростове. Не настолько близко знаком Порошенко. Он метит тайн. Я говорю, возникают вопросы такие у людей в Киеве по поводу него. И думают, а может Порошенко пророссийский? Хотя Порошенко, с моей точки зрения, пропорошенковский прежде всего. Есть третья группа влияния, которая связана с господином Яценюком. Все они друг друга контролируют. Они находятся в плохих отношениях с друг с другом. Кто будет выполнять договоренности? Любые договоренности. Это вопрос. И еще есть один момент. Есть потенциальная оппозиция на Украине. Юго-Восток. Кроме тех территорий, которые контролируют ДНР и ЛНР, выборы прошлого года показали, что огромное количество людей в Донецке, в Николаеве, в Херсоне, в Харькове, в Запорожье, в Днепропетровске, даже в столичном Киеве, не ходили на выборы, потому что не знали, за кого голосовать. Потому что была разгромлена предыдущая политическая система. Давайте вещи называть своими именами. В стране произошел переворот. Этот переворот потом легализировали. Но осталось огромное количество людей, которые внутренне с этим переворотом не согласны. Вот в чем все дело. Если к этому блестящему анализу добавить еще один факт, а именно то, что государство Украина фактически не суверенное государство, а территория под внешним управлением, что доказывается хотя бы составом нынешнего правительства, когда приходится набирать для решения ключевых задач финансовых, здравоохранения, борьба с коррупцией, приходится, так сказать, вербовать легионеров. Это сама по себе вот эта чудовищная ситуация, Сергей. Вы говорите, что нужно всеми силами избежать второго раунда эскалации. Надо отметить, приглашенные варяги были внуками. Если же устанавливать историческую справедливость. Не приглашали. Так вот, смотрите, Сергей, вы правильно ставите вопрос. Сейчас главная угроза – это второй раунд эскалации новой войны. Но кто за это будет ответственность? Кто реально будет инициатором вот этого второго раунда? Дело в том, что вот эти кланы в Украине сами по себе в конечном счете безответственны и они не выносят конечного решения. Но у них есть внешний управляющий. За них будут решать. Но они отвечают за решение, они стрелочниками потом оказываются. Вопрос о войне против ЛНР и ДНР в конечном счете – это глобальный вопрос. Вопрос, который должен решаться на уровне глобального решения между Россией и США. Оттуда придет решение, женевский формат как минимум. Я хотел бы сказать, что мы сейчас обсуждаем вопросы политики, геополитики. Надо понимать, что вот говорилось, верные отключения идут по всей Украине. И, собственно, Крым пострадал от этого. Да, мы должны понимать, что Украина на сегодняшний день фактически государство банкрот. Дефолт не объявляется благодаря, кстати, сдержанности и доброй позиции России. Если мы 3 миллиарда предъявим к оплате – все. Да, Украина не может занимать деньги вообще, потому что ее бумаги имеют такой рейтинг, что они уже не мусорные, а супер мусорные. Экономические связи полностью развалены. Евросоюзу товары украинские не нужны. Помощь они оказывать Украине тоже не хотят. Там уже Порошенко получил холодный душ. Он попросил 2 миллиарда, ему сказали – не, не, не. Ну 700 и то не сразу. За несколько лет может быть. И то, если вы будете выполнять там жесточайшие протоколы о приведении к единому стандарту, да, всех отраслей экономики, что не важно. Поэтому вот основной вызов и вот основная угроза, которая накладывается на все эти проблемы, которые мы говорим с урегулированием на Юго-Востоке. Да, Виктор. Поскольку все-таки наша передача – это итоговая, то я считаю, невозможно мне сказать главного, что произошло в этом году, а это именно победотворная политика, которая привела к тому, что продвижение НАТО на Восток было остановлено. Это историческая веха. Это главная новость этого года. А, Виктор, только мне показалось, что остановлено были такие левитановские нотки, да. Ну, может быть. Нет, нет, я не против, просто. У меня в Раду тоже были. Да, вызвала историческая память. У меня в Раду были левиты, поэтому я хотел вам сказать, что вот очень важно сейчас, чтобы ни в коем случае Россия на этом не останавливалась, а шла дальше. Потому что нету ничьей, есть динамика. Продвижение – это не обязательно военное продвижение, это может быть культурная экспансия, в хорошем смысле слова. Это может быть как раз именно помощь, которая оказывается Украине. Это может быть гуманитарная помощь, это может быть что-то из старой советской политики, такого рода вот распространение идей. Может быть такое. Главное, не останавливаться. Государство, там все пропадает, газ, деньги. Я же не говорю, что надо делать именно так. Я просто думаю, что я, как представитель иностранного государства, не должен, находясь на территории России, призывать к эскалации военных действий. Я думаю, что это правильно. То есть, как вы, находясь на территории Израиля, не стали бы тоже это делать. И в этом плане мы, так сказать, оба корректны. Теперь, что же касается еще одного аспекта. Вот как раз мы говорили про Крым. Я думаю, что поклон как раз Михалкову за его фильм, который, с одной стороны, приварил каждое русское сердце к Крыму так, что уже никакая сила его не отвратит от Крыма. А с другой стороны, напомнил о тех вот опасностях, о тех страшных страницах, чтобы не было в некоторых головах реваншизма. И чтобы в следующем году не было такой ситуации, что некоторые из тех людей, которые занимаются антифашистской кампанией на Украине, являются самыми распространителями неонацистской литературы. Чтобы было, так сказать, мы являлись свидетелями такого. Вы знаете, подводя итоги этого тяжелого года, я знаю, что вашу передачу смотрят и в Украине, в интернете. И чувствуют себя карбонарями. Да, смотрят и думают, ох, как мы смело посмотрели. Я хотел бы обратиться вот своим соотечественникам, гражданам Украины, которые сегодня находятся под этой жесточайшим прессом этой пропаганды, и попросить их проанализировать все, что произошло в этом году. Вернуться к тому, с чего все началось. То, на что не отвечает ни один либерал, ни здесь, ни в Украине, да, с убийства на Майдане. Где же эти снайперы пресловутые, которые были? Кто убил людей в Одессе? Кто сбил малазийский Боинг? Это точно не ополченцы. Я выскажу свое мнение. Я долго молчал. Идет независимое расследование. Я думаю, что рано или поздно эти факты будут представлены. По моему глубокому убеждению, когда было понятно, что этот Майдан разойдется, были завезены иностранные наемники, которые убивали милиционеров и вас же. Вашими же вождями были завезены снайперы, которые убивали вас, ваших же товарищей. А потом при помощи вас был совершен государственный переворот. Этого оказалось мало. Надо было убить людей в Одессе потом. Известны все имена, все, кто стоял за этим. И я убежден, что эти люди понесут ответственность. И самая главная провокация, когда была устроена, с малазийским Боингом. Уже в России представлены доказательства, кто, ну не названы виновные, но очевидно будут названы скоро и заказчики. Поэтому я убедительно прошу всех, надо остановиться, надо проанализировать все, что произошло и прекратить слушать тех марионеток, которые поставили нам западные кукловоды. И тогда у нас наступит мир. До свидания. И я бы не сбрасывал со счетов и премьера Яценюка, который как бы следующий на очереди. Вот если состоится все-таки второй силовой раунд противостояния, то первой его жертвой станет Петр Фороценко как главнокомандующий. Потому что военная авантюра силовая закончится провалом, он за нее ответит и уйдет. Наследником его естественным политическим станет Арсений Яценюк, нынешний премьер. Сергей, зачем из Афганистана переводят вооружение в Украину? Это отдельная тема. Я хочу этот сюжет закончить. Премьер Яценюк может быть думает, что на его этапе удастся махину, вот эту самопожирающую махину остановить. Не удастся. Поэтому он тоже потенциальный участник вот этого рода прагматических консультаций о возможном переводе всей ситуации в русло нормального политического регулирования. Это возможно. И это наша главная задача на 15-й год. Сергей, на самом деле я уверен, что наши гости согласятся. 2014 год очень четко продемонстрировал то, что разрушительной, кровопролитной, человеконенавистнической политики, которую навязывают прицепным режимам идеологи на Западе, Россия, несмотря на все сложности, в течение 2014 года последовательно демонстрировала нашу созидательную миротворческую функцию. Россия не начинает войны. Миссия России – войны заканчивать. Я уверен, что точно так же будет и в ситуации с кровавой трагедией на Украине. А нашим украинским зрителям я хочу сказать, что ровно в тот момент, когда, дай бог, мирным путем, не только на земле Донецка и Луганска, но и в других регионах власть станет народной, и Украина начнет мыслить своей головой и действовать в адресах своего народа, а не быть марионеткой в чужих руках, это будет смена эпохи, это будет процветание. Спасибо вам большое за тяжелую работу в течение года. О том, каким будет для граждан России год 2015, какие проблемы придется решать, что будет с ценами и насколько похудеют наши кошельки, поговорим через несколько минут после рекламы.